По волнам истории на пассажирском теплоходе совместить приятное с полезным решили сотрудники Пустозерского музея и Северной транспортной компании. Увлекательное путешествие совместили с открытием навигации на Печоре. В необычном путешествии отправилась и наша съемочная группа. Пустозерск. Так называется теплоход, следующий по маршруту на Ринмар-Тельвиска. Следуя до населенного пункта, пассажиры этого рейса культурно обогатились. Прямо на борту теплохода открылась выставка «Пустозерск. Первый русский город за полярным кругом». Рассказывает о том, почему именно в этом месте был создан Пустозерск, кто его основал и по указу кому. А пассажиры на этот раз не просто вглядывались в водную даль, думая о насущных проблемах, а смотрели в глаза истории. Увидели карты, фотографии, картины, миниатюры из жизни Пустозерска. Волею судьбы или по случайному стечению обстоятельств на этом рейсе оказалась учитель истории Татьяна Кустышева. И кому как не есть знать, что история как океан, ее можно изучать бесконечно. Идея вообще очень замечательная, я считаю, потому что на самом деле, пусть даже хоть и 20 минут, но есть возможность почитать вот эту информацию. На самом деле не все, к сожалению, ходят по музеям, да, что-то узнают. У нас сейчас в школах, к счастью, есть такой предмет – краеведение. Один год только дети изучают, но там очень большой объем материала, и все равно пробелы есть. А тут получается, что люди всех возрастов свои пробелы и знания могут на какие-то разы. После исторического экскурса, очутившись на земле, пассажиров вновь приятно удивили. В Тельвиске первых пассажиров теплохода Пустозерск приветствовали песнями, танцами и прибаутками. Тельвиску свою мы любим, песними они поем. Теперь уже у телевизчан появилась возможность полюбить не только Тельвиску, но и влюбиться в историю Пустозерска. Тем более, любовных перепитий там происходило немало. Наша семья, например, охранница легенды, которая передается из пожинской линии. Она такая романтичная, вместе с тем трагичная, как всегда бывает, да, роман. Например, один молодой красивый стрелец подъявил немецкую девушку. И вот они как бы встречались иногда друг с другом. А потом девушка узнала, что немцы готовят очередной набег на Пустозерск. И решила предупредить своего любимого стрельца, чтобы он был на готове, как-то запрятывался. Но тут, конечно, передал своим друзьями. И когда набег совершался неожиданно, стрельцы, значит, восстание, вот этот набег неудачный получился. Многие погибли. Вот такая история длиною более чем в 500 лет. И такая короткая поездка по времени 20 минут. И сотрудники музея, которые смогли совместить эти два жизненных пути. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.